МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вот по-честному, не то, что Андрей тут ходил кругами про ревность, так и не могла из него всю правду вытащить. По-честному, с ума схожу, вижу длина ноги красавцев, с черными глазами, с черными бровями, все, с ума сошла, полетела. Ну, в общем, с головой не дружу иногда, но пытаюсь себя переделать. Вам 24 года, сколько еще не будете дружить? Ну, надеюсь, вот этот год последний, скажем так, уже завязался со своей бывшей отношения, со своей романой, поэтому... То, что нужно с опытом, смотрите, с опытом детей нет, уже облизывается и ерзает. Ага, хорошие знания. Сама облизывалась, сидела, честно скажу вам. Красавец. Красавец. Греческий профиль, я смотрю, Аполлона. А не черный. Не черный, ну, знаете, я смотрю на нос, на губы, на рост, кость у него такая красивая, все. Первый раз у нас вообще в программе вы первая так откровенно говорите о том, что вам мужчины физически нравятся. Ну, не первые были. Физически, может, прям так, нет, вот вы молодец. Честно, потрясающе. Алена, ты только не говори ему сразу, что он так тебе очень сильно понравился, потому что, ты знаешь, это будет ему еще дополнительный бонус в копилку. Он и так осознает свой привлекательный. Ну, тогда паре-тройки романов с иностранцами. С иностранцами. Один был в Сербии, познакомилась в Черногории, отдыхала, увидела, с ума сошла, страсть забурлила у меня. Гуляли, курортный роман, как всегда, кафе туда-сюда, он в белой рубашке, весь такой высокий. Все, ходили на скотинку, говорят, через месяц приезжай ко мне. А роман закончился вот просто с даты отъезда, да? С даты отъезда? Или за свои денежки там продлила? Нет, я ничего не продлевала, я улетела в Москву, сижу неделю-две, смс с ней. Я не надеялась ни на что, честно, потому что я со скептизмом отношусь к курортным романам. Но тут смс приходит, дорогая, жить без тебя не могу, умру, хочу, умираю, люблю. Думаю, ага, вспомнила, блин, он такой классный, а что бы мне слетать-то? Взяла билет, в ближайшие выходные, стартанула. А вот что, на свой день все полетели? Еще слава богу, что там не было приписки после этого смс. Вышли деньги, целую Милку. Слушай, слава тебе, господи. А ты говоришь, что свой день, конечно, свои. Сама прилетела, денег дала, сама улетела. Смотрю, вот стали фотографии появляться с грудастыми сербками красивыми, длинноногими. Так думаю, непорядок, что это такое? Написала раз, он говорит, подружка. Я говорю, ну ты мне лапшу-то в уши, точнее, на уши не вешай. Написала раз, написала два, он говорит, подружка, подружка. А фотки добавляются все, грудь, а я комплекса сразу, ну у меня же таких нет, в общем так. И я говорю, ну давай, Милок, мы с тобой как-то... Я вот хотела к нему лететь, наверное, да, опять-таки, но сдала билет и не полетела. Все. Вот, и на мое счастье попала я в Италию. Попала я в Италию и со скуки зашла я в программу, определила, кто... Такая программа определяет, кто в радиусе километра от тебя. Смотрю, какой-то... Белиссимо рогатца, давай мне по ушам ездить в виде... С мамкой познакомил сразу, с итальянской. Да, я к нему прилетела, с мамкой познакомил, кольцо подарил. Кстати, кольцо поломалось, это был знак, наверное. Потому что оно было, наверное, подделкой китайской. Нет, ну не знаю, ну вы знаете, я вот смотрела в Москве здесь, грызла его, что ли. А как было, мне не поломалось. Смотрите, я чемодан беру в аэропорту от него улетать, и оно у меня трескается просто на две части. Опа. Да, но бриллиантик-то не выпал? Нет, бриллиантик, слава богу, не выпал, подчинили, все нормально. Ну, наверное, бриллиантик был. Биллиантик был, да. Но это не было предложением? Нет, конечно, какое предложение, о чем вы? Он так мне полгода, мозги и, собственно, ладно, он у меня мурыжил полгода, наверное. С мамой познакомил, а что дальше? В общем, рассталась с ним. У него какая-то влюбленность, может быть, не любовь такая, знаешь, а как бы влюбленность возникает периодически там. Много историй, много мужчин. А я у тебя тут, это, прочитала в анкете, Катюш, ты любишь делать мужчинам кукушечку. Это как, прости, а? Это вообще на Первом канале можно показывать? Ну, я не уверена, конечно, вот. Да можно, покажи. Ну, как я с Первым со своими познакомилась, я подошла к нему в парке и сзади чуть-чуть так его за попку схватила. Это кукушечка. Это кукушечка, да, вот. И как-то понеслось, так мне нравится мужчине за попку хватать. Ну, сейчас я с собой борюсь в этом плане. А гитара, знаете, что такое? Нет. Это, собственно, нельзя на Первом канале показывать. Я буду делать, пожалуйста. Страшно представить, что было со вторым. А мне страшно, что было на курортах девочки. Да. Это если нам первая знакомость, так что она на втором свидании вытворяет. Честно, я откровенно, абсолютно. Ну, вот есть такой грех с моей стороны. Ну, я работаю над собой. Ну, руки тянутся, тянутся. Я не могу. Скажите, пожалуйста, Катюш, это просто вот так гормон, который вас убивает? Или эти кратковременные связи создают иллюзию влюбленности, иллюзию отношений? Иллюзию влюбленности, да. Вот это я просто, я тону в этом ощущении. Не важно для меня, сколько это продлится. Я сама схожу просто. Главное, чтобы он был эстетичен внешне, красив. Алена, для тебя же все равно важна физическая красота мужчины. Это такая совокупная какая-то составляющая для меня. Потому что один красивый мужчина без каких-то других составляющих, он не будет для меня красивым. Я бы посмотрелся в твою гостиную, мне кажется. Ну, как дела выбираем. Ну, давайте к Андрюшке, что все про меня-то. Давайте к Андрюшке, а вы пообщайтесь. Ну, Андрюшка, ты из породы, я знаю из какой, собственно. Извини, что говорю порода, но ты породиста невозможная. Но фамилия такая, знаешь, из итальянской Кобеллино. Вот, по твоему взгляду все сразу было ясно. Екатерина, да, потрясающая подруга. Ну, вы знаете, вот я не патологически, но я очень ревнива. Вот, и, в общем-то, не знаю, вот приковала бы вас, наверное, кровать, и никуда бы не отпускала. Вы как к ревнивым девушкам, в общем-то? Так у него была одна такая. Так вот, ну, 16 лет я все... Я 16 лет, я все списываю, что там это юношеский максимализм, ЕГЭС давать там надо. Ну, может быть, какая разница-то. Ну, у нее по-юношески ревность, а у вас уже такая зрелая ревность. Результат-то один и тот же. Зачем ему это нужно? Да нет, на самом деле я к ревности отношусь нормально, я сам ревнивый человек. Бить не будете, короче. Нет, бить не буду, но хотелось бы для начала поговорить. Ну, за кукушку по рукам-то. Поговорить на эту тему, да. А тему чего, ревности? Нет, обоснованную ревность хотелось бы понять. А, не обоснованную? Обоснованную хотелось бы понять. А, обоснованную. Потому что, ну, тут, в принципе, оснований не нужно. Нужно видеть вас и понимать все. А вы поводу для ревности не даете, девушке своей? Слушай, он родился красивым, конечно же, мог бы быть поводом. А он не может к вашим подружкам обратиться. У вас есть молодые люди? Да, я замуж. А как ведет Катя себя в компании, когда вы рядом со своими любимыми? Кукушки я не замечала. Она очень тактичная подруга. Она знает, когда надо отойти в сторону. Мы все такие. Своих не трогаем. Мы не мешаем. Мы только помогаем. Нет, мне хотелось бы узнать вообще серьезные отношения. А вы не ревнуете своих мужчин Кате? Нет. Доверие должно быть. Главное доверие, наверное. Но вообще женщинам доверять нельзя. Приятно, да, когда мужчины тебя ревнуют? Ну, когда это не маниакально, это преследование. А когда он приколен в кровати, то... А то неважно уже. Кать, есть ощущение, что нагулялась? Честно? Да. Не очень есть ощущение. Ну, у нас ведь называется программа «Давай поженимся», а не «Я найду себе новую жертву для кукушки». Ну, когда я выйду. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...